Секреты тайной комнаты Боб Сордж Глава 14. Секрет бодрствования Иисус связывал молитву с бодрствованием. Дважды говорил Он своим ученикам, «Бодрствуйте и молитесь». Марка, 13 глава, 33 стих, 14 глава, 38 стих. Значит, есть в молитве нечто такое, что связано с внимательностью, широко открытыми глазами и состоянием полной боевой готовности разума. В тайной комнате мы не прячемся от происходящего, как страус прячет свою голову в песке. Мы скорее показываем нашу осведомленность о последних событиях, чтобы рассмотреть их в свете Писания и Божьего Духа. Призывы Иисуса бодрствовать относились к Его возвращению на землю. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знайте, когда наступит это время. «Подобно как бы кто, отходя в путь и отставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знайте, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вне всяких сомнений, это одно из самых захватывающих и настойчивых обращений Иисуса. Он не смог бы выразиться яснее. Он возвещал верующим всех времен, чтобы они были постоянно, неусыпно, настороже, бдительны и внимательны. Цель нашей готовности состоит в том, чтобы мы были найдены бодрствующими, когда наш Господь вернется. Одного пастора спросили, сколько человек посещает его церковь. Он ответил, 800 спящих. К сожалению, слишком много верующих спят, в это исключительно важное для человеческой истории время. Господь никогда не возлагал на нас бремени видеть будущее. Но Он призывает нас быть внимательными к тому времени, в котором мы живем, чтобы распознать знамения нашего времени. Он ожидает от нас внимания и понимания относительно сегодня. Я знаю только один способ выполнить это настойчивое требование. Через трепетное уединение в тайной комнате. Именно в тайной комнате мы обостряем наши духовные чувства по отношению к небесным откровениям. Мы воспринимаем происходящее через призму Божьего Слова. Мы замечаем темы, отрывки из Писания, которые Дух открывает в последнее время. Мы подвергаем постоянной огранке нашу душу и разум, чтобы придерживаться прямых путей Господних. Мы заставляем наше сердце молчать так долго, сколько потребуется, чтобы услышать. Мы взираем с восторженным вниманием на Божий престол. Мы стряхиваем всякую духовную сонливость через воспламенение и обновление в любви. Слово «различение» – одно из важных на этот час. Иисус хочет, чтобы мы были готовы и способны распознать знамения времен. А способность «различать» будет развиваться не от чтения утренних газет, но от чтения Слова Божьего. Мы приобретаем познание только через силу Святого Духа. Смотрите в Филиппийцам, 1 глава, 9 стих. «Те, кто бодрствует в тайной комнате, будут иметь мудрость распознавать тайну беззакония и тайну благочестия на сегодняшней земле». Бывают времена в моей тайной комнате, когда я откладываю все свои дела, чтения и просьбы в сторону и просто делаю паузу, чтобы задать вопрос. «Господь, что Ты делаешь сегодня на земле? На какие темы Ты хочешь обратить наше внимание сейчас? Среди каких групп людей Ты особенно двигаешься? Что Ты хочешь, чтобы я увидел относительно дня и времени, в которые живу? Какая моя часть в Твоем нынешнем движении? Затем я ожидаю, пока Он даст мне откровение и понимание. Как же сердце мое жаждет быть полностью готовым и вовлеченным в то, что на сердце у Бога в настоящий момент? «Се иду, как тать, блажен бодрствующий» Откровение, 16 глава, 15 стих. Когда приходит вор, он вряд ли будет подавать какие-либо знаки своего присутствия, не будет шуметь щеколдой, громко шагать или создавать шум, когда наткнется на невидимый предмет, и так далее. Точно так же будут еле уловимы знаки пришествия Христа, только ожидающий заметит их. Если бодрствующие и внимательны, они смогут различить звуки возвращения Иисуса. Какое-то будет благословение оказаться при исполнении своих обязанностей, полностью готовым к Его приходу. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блажены рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блажены рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать свой дом свой. Будьте же и вы готовы, чтобы в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Лука, 12 глава, с 35 по 40 стих. Тайная комната – именно то место, которое исполнит эти слова Христа. Не существует никаких заменителей и альтернатив. Именно в саду с вашим Господом вы припоясываете свои чресла и собираетесь силами для немедленных действий. Приводите в порядок светильники, чтобы они пламенно горели. Не спите, но бодрствуйте и молитесь. Величайший секрет – быть готовым к скорому возвращению того, кого любит душа наша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!